Наиболее популярный на сегодняшний день способ расходования средства материнского капитала улучшения жилищных условий. А поскольку 453,26 рублей недостаточно для покупки жилья, семьям приходится оформлять ипотечный кредит. В связи с этим у владельцев сертификатов возникали просьбы к правительству позволить использовать материнский капитал под первоначальный взнос по кредиту. Из данной статьи вы узнаете, имеется ли у семьи такая возможность, на каких условиях возможно оформить ипотеку под маткапитал, как воспользоваться своим правом. Можно ли использовать материнский капитал под первоначальный взнос по кредиту? Важно! Право на использование маткапитала в качестве первоначального взноса по жилищному займу не зависит от времени, которое прошло с даты появления в семье второго по счету или любого из последующих детей. Возможность направить деньги со счета сертификата на маткапитал на уплату первоначального взноса по кредиту возникла у российских семей только 23 мая 2015 года, когда президент РФ подписал федеральный закон от 23 мая 2015 года номер 131 ФЗ. Продолжение следует... 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 Вопрос номер два. Как взять ипотеку с государственной поддержкой и при этом использовать для погашения кредита материнский капитал? Ответ. Необходимо уплатить первоначальный взнос в размере 20% от стоимости покупаемой квартиры, после чего? Оформить ипотеку с государственной поддержкой. Далее можно погасить часть задолженности средствами материнского капитала. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!